Дедушка набирал воду во дворе, и его просто застрелили очередью с автоматом, когда ехала машина, просто расстреляли. Ну что, привет! Наразі побачилася, а как ты зараз? Где ты есть? Я сейчас уже хорошо, в Киеве. Расскажи мне, будь ласка, про свой первый день, по 24 лютого ранок, как ты узналася про видом? Ну, я слышала первый взрыв, но я была во сне, но как бы я не понимала, что это взрыв. А потом как бы я услышала, что мама громко разговаривает по телефону, слышала, что какая-то паника. Ну, собственно, я и сразу же поняла, что, по ходу, началось. Я живу в Ворзале, а Ворзаль, он как раз находится, можно так сказать, посерединке между Трепенем, Бучей и Гастомельским аэропортом. Ну, аэропорт у нас через поле видно, но Ворзаль — это тихий городочек, много очень санаториев, лагерей детских, лесочек. То есть он такой совсем частный сектор в основном, такой небольшой. Когда ты зрозумела, что российские войска уже пришли в ваше место? Наверное, к часам двенадцати, это же ишел бой в Гастомеле. 24-го? Да, да, то есть я видела еще, что я была у сестры, и я, собственно, видела, что там уже черный вот этот дым с поля шел, там бои на Гастомеле были. Я еще так, что пыталась записать на телефон, я помню видео, в итоге как бы что смотрю, что это как бы не сильно нормально вышло, я еще удалила это видео, в общем. Мы сидели сейчас спокойно, мы не верили в то, что будет такое вторжение, мы вообще не верили в войну, думали, что закончится какими-то военными объектами, и, собственно, зачем им там Ворзаль, пойдут в Киев, и мы даже не было желания бежать, потому что оказалось, что ну не может этого быть просто. Налет вертолетов был очень там в первых двенадцать, потом как бы там что-то в два, в четыре, то есть они четыре раза отбивали, достоймили или сколько. Да, да, а там были, насколько я знаю, кадынировцы. Ну и потом уже другие совершенно войска уже начали, когда уже оккупация была, там уже менялись, уже Песков там был и еще какие-то, ну там уже было потом очень много. На второй день просто у моей сестры муж ушел в ТРО Бучанское, он возвращался после дежурства, ну после первой смены, он возвращался полем, и он притащил с собой российский сухпайок, кто по дороге нашел его. И у поля были вырыты такие дыры, потому что спускался десант, и когда десант спускается, они окапываются и ждут как бы подмогу. Максим сказал, что он видел очень много, просто что такое количество десанта высадилось, что ему аж стало страшно. Уже начали на второй, уже начали обстреливать самолетами, вертолетами, на третий день это все продолжалось, потом они уже на третий, на четвертый день уже просто как бы у нас ездили. Сначала мы не понимали, что за люди вокруг, потому что куча незнакомых людей было тут и в какой-то такой одежде, и приметной какой-то... То есть они передягались в цивилию? Да, как-то это было сомнительно, кто вообще эти люди, потому что у нас пирогов небольшой, то есть мы предварительно там, ну, знаем всех, кто там живет, и я помню напротив нашего двора, там ходил какой-то мужчина, и что-то ногами там листья какой-то шурхал. В то время очень как-то они ставили мед, и потом, собственно, на том месте был прилет в мини. У нас после этого исчез свет, а соответственно, как бы если свет исчез, то и вода уже через несколько часов исчезает. Расскажи, где вы находились весь этот час? Это был подвал, или просто в комнате сидели, и кто с тобой был? Мы как бы, ну, сначала в доме были первый день, а второй, когда уже начались прилеты от самолета, когда нас уже самолеты начали накрывать, это очень страшно, когда самолеты бомбили. Ты слышишь, когда летит самолет, и когда он начинает выпускать ракеты, он делает такой звук, просто такой аж как бы как на снижение идет, такой пум-у-у-у, такой, и ты понимаешь, что все, ложиться, уши закрывать, открывать рот, куда бежать. Мы там прятались два дня, и потом мы решили, что не имеет смысла, потому что если привалит еще и погреб, то мы не выберемся оттуда. Опасно было выходить на улицу, нам позвонила сестра, в общем, и сказала, что убили мужа отца, вот, просто проезжал машину, в общем, и расстреляли все, что, ну, как бы, всех, все, кто был там на улице, или всех, кто во дворе был, дедушка набирал воду во дворе, и его просто застрелили очередью с автомата, ну, когда ехала машина, просто расстреляли. Не могли, как бы, похоронить его, просто положили его там где-то на веранде, вот, потом куда-то отнесли в гараж, ну, то есть они все время его переносили, пока еще была связь, они созвонились по металлоганатому, он сказал, что в такой температуре он может долго лежать, ну, в общем, это тело было во дворе. Ну, света уже не было, мы завесили окна, чтобы даже свечку не было видно, сидели в доме, никуда не выходили, не свечивали. На какие дни пропал звездок, светло, вода, все коммуникации? Ну, на третий день у меня начало барахлить, у мамы чуть дольше, мама еще там четвертый день как-то мне выходила созваниваться, у меня уже не было. То есть, выходит, пропал свет, интернет и вода, потом где-то в ельпене перебили газовый стояк, и день на пятый или шестой пропал газ, вот, и мы готовили во дворе. Ну, благо, нашему доброму соседу, у которого есть генератор, он нам там раздавал свет, зарядить телефон, я не знаю, что бы я сделала, если бы я была в квартире, вот, потому что у нас выходит, можно было разжирать костер, воду набрать с колодеза, ну, то есть, это как-то протянуть еще можно было. И мама, она, видно, подготовилась к войне, мне кажется, потому что еды у нас было достаточно много таких, которого долго было хранение круп каких-то там, достаточно надолго бы хватило. Ну, я помню такой четко единственный момент, когда я поняла, что это война, и ко мне точно пришло осознание войны, был очередной прилет, и у соседей загорелся гараж, и он начал гореть. И мы звонили в пожарную станцию, ну, и, как бы, они сказали, что они на такой не выезжают. И в тот момент пришло полное сознание, что они не скоро к тебе не приедут, пожарная, никто тебя, собственно, уже не спасет. Я поняла силу страха, потому что у меня так дрожали ноги, они просто в погребе подпрыгивали, мне казалось, что их, как бы, нужно держать. Я не могла успокоить себя, мне просто трусило. С мамой пили бифре, мы пили гидезепан, уже позже мы делились уже, успокоительно делили, чтобы нам надольше хватило, мы уже понимали, что это надолго. Так у отчима была водка, он там наливал всем по 50 грамм, вот, и мы такие, ну, давайте, при том, что водку я вообще не пью в жизни. Таким, ну, как бы, образом мы как-то пытались, ну, чуть-чуть хотя бы держаться. Ты говоришь, что у вас полностью припал звезок, и вы не знали, что происходило в других местах. Вот, какие были твои думки на тот момент? Вот, ты думала, что это по всей Украине, так, или только у вас? На самом деле, я вообще до последнего думала, что эта война, она везде, и, как бы, я не знала, куда бежать. То есть, ты не понимала вообще, ну, как бы, ты что, пешком пойдешь, ну, сколько это километров, 5, 7, ну, как бы, куда, Верпень, 12 километров, ну, 20. Вот, я нашла потом радио, слушала новости, тогда я уже понимала, что в Орзель направляется, что там высадился десант Пскова. На второй день взорвали мосты, и мы, как бы, вообще, как бы оказались в этой ловушке, можно бы так следует, потому что уже выезд, собственно, не было. Да, и слава Богу, что они пробовали, потому что, ну, на третий, четвертый день они расстреляли очень много людей. Когда ты зрозумела, что варто ризикнуть и спробовать эвакуироваться? На самом деле, как бы, мы проснулись утром, и очень, как-то, начала быть оживленная улица, начали люди ходить. И потом, как бы, по новостям я слышала, что будет коридор в Орзеле. Вот, в Орзеле это была спецэвакуация, потому что у нас есть детский дом. Там было 40 или 50 детей, которые все это время сидели в подвале, но они же там расового возраста, там совершенно груднички есть. И это была спецэвакуация, и, соответственно, потом создали коридоры для людей, которые хотят выехать. Когда настал день эвакуации, соседи начали сразу запаковать вещи, и сказали, что у них есть одно место, что бы я тоже ехала с ними. Как я могу поехать, ну, без мамы и, там, без отчима, потому что мы же вместе все время были, и, ну, как бы, мне непонятно было, мы же команда, мы сколько пережили вместе, как это я еду, а они не едут. Ну, и я отказалась от первой эвакуации с соседями, в то время, когда я понимаю, что я покидаю дом, и, возможно, навсегда, и я покидаю маму, там, я больше могу не увидеть ее. То есть у меня за все эти, там, 14 дней, у меня просто первый раз спали слезы, у меня была истерика. Мама говорит, ну, все, все, не едешь никуда, ну, все, все нормально, успокойся, давай меня успокаивать как-то, вот. И потом, когда уехали соседи, у меня начало приходить осознание о том, что стоило попробовать, если вот прилетит в дом, и что-то вот здесь разрушит все, или привалит чем-то, ну, то есть нескоро никто не приедет тебе на помощь. То есть ты можешь либо умирать в муках, либо сесть в эти автобусы, которые, возможно, расстреляют, и, как бы, умереть там. К этому дню, когда уже была эвакуация, ты почувствовал, ну, не знаю, ты просто сколько раз испытал страх, сколько раз ты уже умер, что у тебя состояние, когда ты просто устал бояться, вот, тебя, этот страх, он уже просто, он тебе насколько надоел, что тебе просто хочется, чтобы это уже побыстрее все закончилось, и тебе казалось, что, возможно, все-таки так умереть уже будет быстрее, потому что я понимала, что если что-то случится с домом, и там я увижу, что что-то происходит с моей мамой, и я ничего не смогу сделать, ну, как бы, что я этого просто не переживу. В том состоянии ты просто выбираешь, в какой смерти уже тебе легче просто умереть, и чтобы побыстрее уже, и все. Проезжали пункты оккупации, то есть я видела в окно танк, и, как бы, военные, и там, ну, просто у военного, там, такая, в общем, пушка на плече огромная, то есть он такой, вот так вы проезжаете, и он так за вами смотрит. Субтитры сделал DimaTorzok